я надеюсь идет запись где где куда верните вот 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 привет это наверное самый заезженный челлендж по симс который только существует ну они вполне все заезженные но это наверное самый самый заезженный ну давайте я вам представлю это алисия я кстати она у меня уже давно в галерее я даже не знаю откуда она у меня ее даже вполне возможно создавала не я я давным давно у меня короче в галерее миллион просто всяких персонажей И я даже вообще знать, не знать, откуда они у меня все. Ну нет, я же знаю, какие-то из галереи, какие-то еще откуда-то. В общем, это Алисия Бентли. И да, она будет заводить у нас детей. Много детей, очень много. На самом деле, я уже пыталась как-то, ну, для себя играть в этот челлендж. Мне кажется, дом у нас просто убогенький. Надо как-то что-то здесь поменять, да? Или потом? Давайте я сейчас попробую что-нибудь придумать здесь, что-нибудь поставить. Ну, хоть немножко, чтобы у нас было похоже на, так скажем, какой-то домик. Я, короче, сейчас попробую и вернусь. Так, мы вернулись. Да, мы вернулись? Мы вернулись. Все, я немножко переделала дом. Прямо, блин, получилось не очень, да, вот эти вот перилочки. Ну ладно, черт с ними, пусть будут. Итак, сейчас я покажу его. Вот он. Ну, тут все так скромненько, скудненько, но пока что как бы, что поделать? Пока денег мало. Всего-то 20 тысяч 7 миллионов было, даже меньше, потому что участок сколько там, полторы, что ли, стоило? Я тут все снесла и посмотрела. Да, полторы тысячи он, по-моему, без всего стоит. Так, во-первых, автоматический режим «Все». Почему не выключилось? Может, надо открыть? Почему не выключается? Алло! Выключи свет, Ника. Что происходит? По-моему, тут что-то случилось. Что-то сломалось. Ну ладно. Надеюсь, не очень много будет тратить. Я вообще собиралась сделать из вот этого вот домика. Он такой крохотный. Я думала, что из него получится сделать какой-нибудь крохотный домик, но нет, не вышло. Что она делает? Уже моет. Да, кстати, я так и не представила. Это Алисия. Или представила. В общем, это Алисия Бентли. И я, наверное, надо показать ее черты характера. Так, вот. Она чистюля, добрая, семьянин и очаровательная. Да. Предпочтение, увлечение, навыки. Нравится фитнес, здоровый образ жизни, садоводство, механика, выпечка и фотография. Цвет нравится синий, красный, желтый и зеленый. Я что-то не помню. Вот, механика. Да, я решила, что зарабатывать... Где потребность? Вот, потребность. Я решила, что зарабатывать она будет механикой. Вот, будет ваять вот здесь. Обычно все начинают с рисования, но... Наскучила на рисовании. Я решила, пусть будет механикой заниматься. Пока попробую. Будет включаться автоматический режим или нет? Что происходит? Включить. Что происходит? Может быть, их надо все... Все источники света. Выключи. Автоматический режим. Нет. Автоматический режим. Все источники света. Вот. Все. Вроде должно сработать. Вот. Самый... Что такое? Что у нее там уже? Усердие, уборка или использование пылесоса. Да, поскольку она чистюля. Я, кстати, поняла, что тут вот проблема. Я выбрала ей жизненную цель серийный романтик. А надо было, на самом деле, скорее всего, выбирать жизненную цель. Как она там называется? С семьей что-то связанное. Потому что тут стать парой. И вроде как по условиям челленджа это запрещено. Хотя нет, там запрещено жениться и съезжаться. А стать парой можно, по-моему. Ладно, попробуем. Если что, вдруг поменяю. Так, нам нужно познакомиться с кем-нибудь. Срочно, срочно. Время уходит. Сейчас, минутку. Минутку. Так, вот. Значит, у нее... Да, все. Вот она у нас только вышла на свет в молодом возрасте. Я что хочу сделать? Настройки игры. Мне нужны срочно настройки игры. Нужно обязательно кое-что убрать. Специальные возможности. Нет, нет. Где это находится? Вот игра, наверное, да? Свобода полная. Полная. Отключить нет. Автовзросление. Игровые персонажи. Да. Автовзросление. Неигровые персонажи. Давайте пока я отключу это, потом, может быть, поставлю. Продолжительность жизни обычная. Так, рекомендуемое количество максимальное. Заполнять пустые дома. Показывать прихоти, предметы, предметы, образы жизни. Образы жизни... Ну, пусть будут. Ладно, фиг с ними. А что? А, применить надо. Что случилось? Там все сбилось, да? Да. Применить. Погода. Семь дней. Я не знаю, прям семь оставить или по четырнадцать сделать? Лучше, наверное, по четырнадцать. Семь дней прям очень быстро все будет лететь. Все включено. Ледяное наст. Все, все, все сделано. Настройки... Вот. Вы можете позволить или запретить персонажам отказ от славы. Мы откажемся, потому что, ну, она у нас не будет со славой гнаться. Может быть, другие потом потомки будут. Это ладно. Вот. Экологичная жизнь. А добавить игровую возможность в экослед не надо. Если опция отключена, активные комплексы мер не будут влиять на обстановку. Или оставить пока. Ладно, потом еще уберем. А вот голосание игровых персонажей уберем, потому что они вечно голосуют за какой-то дребедень. Включить опцию отображения пыли. Вот это выключить вообще. Хотя можно оставить и купить робот-пылесос. Но пока оставим так. Вот. Я с этим... С этой пылью так намучилась, короче. Я решила тут поиграть в эко-жизнь. Никогда в нее не играла. Давайте мы отправимся. Просто первый день летний, и почему-то прям вот дождь, все дела. Я знаю, с кем она заведет первого ребенка. Я просто очень хочу с этим человеком. На самом деле у меня все симки, какие только есть в игре, обязательно беременели от этого персонажа. Как его встретить-то? Может, сразу отправиться куда-нибудь? Давай отправимся. Давай отправимся. Реально. А в Винденбурге солнечная погода. Постучитесь. Вот. Постучай в дверь. Иди постучи. Вот здесь... Че провисает? Че лагает? Я уже не могу с этими лагами. Почему ты чего... Чем тебе эта лестница не устроила? Она же нормальная была. Вот там она вертится, крутится. Итак, наш первый мужик, он тут? Вот он, точно. Давай познакомимся с ним. Смешно. Бьерн. Просто вот и все... А, и она блондинка, надо было первого с кем-нибудь, это, не блондинистым, наверное, обзавестись-то. Ну да ладно. Пусть будет так. Пускай будет так. Да, у них не тот дом, в котором они живут, но у Бьерксона, Фэд. У меня вообще тут весь город не такой, какой должен быть. Узнать, как прошел день. Сейчас мы с ним задружимся, прям сразу же здесь же мы это... Ты хочешь? Кстати, здесь светло в Винденбурге, прям никакой пасмурности. Попросить покачать на качелях, обсудить... Давай обсудим мир во всем мире. Че у нее за желание? Стать волонтером с семьей? Нет, у нас пока нет семьи. Это вообще... Этот ужасный улей повсюду просто. Вот невозможно без него вообще никак. Спросить... Ты не хочешь сесть? Ты че стоишь-то? Во, отлично. Уми! Это моя третья попытка поиграть в эту игру, потому что... В смысле не в игру, а в смысле в этот челлендж, потому что предыдущие все разы закончились, у меня все не очень. Начнем с того, что в первый раз я вообще дружелюбный. Говорить про жару. По-моему, это будет какой-то суперсветский разговор, но да ладно. Романтика. Вот, давайте мы... Романтичнее начнем действия делать. Душевный разговор. Первый раз я начала играть... Ну, я для себя играла. Ни на какую-нибудь запись, ничего. Первый раз я вообще не поняла правил. Я просто увидела вот это вот про сто детей и ничего не особо поняла. И я решила, что... Нужно одной симкой родить сто детей, успеть это сделать за ее жизнь. Я просто... Потом, когда я осознала, что я выбрала не то, я решила переиграть. Но потом я и стала играть, мне было очень жалко детей отселять, все прочее, я к ним привязалась. И, в общем, стала играть этими детьми, и челлендж пошел вообще не так, как надо было бы. Вот. Но потом у меня случайно слетело сохранение, и, короче, у меня уже было у симки там, по-моему, 15, что ли, детей. И у меня остались только первые 8, последнее сохранение было, где первые 8. Это было так обидно. Вот. Потом я начала играть третий раз, но остановилась, потому что... Решила, что вот, можно записать эту гадость. Все, пошло, 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 процесс пошел. Сексапельная поза, это они встанут? Хотя нет, когда встанут, они вроде это. Ну, давай сделаем, Саша. Посмотреть глубоко в глаза. Срочно надо прям вообще с ним все это. Блин, наверное, надо было реально сделать, чтобы первый был, ну, другого цвета волос. Ну, да ладно. Фиг с ней. Я просто, серьезно, мне так нравится этот Бьерн, что если мне нужно было, чтобы симки рожали, у меня всегда почти симки рожали от него. Хотя это очень печально, потому что у него есть жена и дети, и как бы это вроде как обидно, что он все такое... Но в жизни... Что тут летает? В жизни всякое бывает. Я опять не поставила таймер. Она будет жить в первом городе, в Уиллоу-Крике. Тем более, я давно в этом городе уже не бывала. Что такое летает? Какая-то хрень тут. Откуда ты взялась? У меня сетки. По-моему, что-то подвисает, да? Чего? Адриана чувствует себя прекрасно у воды с закинутой удочкой. Может, это означает, что... Какая Адриана? Чего? А почему мне... Почему мне какую-то Адриану пишут? В смысле? Так, стоп. Че там пошло? Че там пошло? Ну, волонтерам нам не надо. Нам нужно заняться уху с кем-нибудь. Срочно. Зачать ребенка под кустом. Че сразу под кустом? Фу! Под кустом-то че, нельзя по-нормальному? Подожди, у нас тут как бы... Че? Пока Клара где-то шляется, я проверила, его жена где-то шляется. Мы можем срочно прям... Давайте. А. Клара уже здесь. О-о-о-о! Это беда! Впервые! Просто на моей памяти впервые такое произошло, потому что... Блин. Сколько я с Бьерном мутила, его жена никогда ни с кем не запаливала. Это первый раз! По-моему, нам надо валить отсюда. Откуда она взялась вообще? Ее тут не было. Она... Я хотела посмотреть, что там надо. Стать парой и сходить на два свидания. Давай сходим на свидание сразу прям. Я надеюсь, она не будет с нами драться. А, она с ним. Блин, Бьер, прости, мы не хотели. Срочно уходим отсюда. Срочно уходим. Срочно уходим. Уходим. Как отсюда уехать? Я хочу... А, можно, наверное, нажать сюда. Правильно, точно. Что я... Сейчас, минутку. Пригласить на свидание. Вот, поехали. Бьерна, конечно же, он единственный наш знакомый пока что. Это печаль... Я столько раз, за столько лет, у меня реально все просто с Бьерном были. Ни разу никогда жена его не запалила. Че? Блин. Это потому, что я спешу очень. Я спешу очень. Нам срочно нужно, чтобы она забеременела. Короче, да, у меня... Куда мы пойдем? Давай мы прямо вот сюда пойдем. А может, мы к нам пойдем? Участок недоступен. Отлично. Нужно куда-то, где есть кровать, чтобы прям вот без всякой этой... О! Романтическая аура, ночной клуб. Ну ладно, давай сходим, потом поедем к нам домой и сразу как бы это... Заведем ребенка. Первого. Я видела, что у людей затягивается... Че ты так оделся? Пообщаться на свидание с персонажем. Где тут общение? Дружелюбное. Говорить про жару. Мы уже разговаривали про жару, но... Ну ладно. Сесть и поговорить. Я, короче, видела, что у людей затягивается это прохождение на года, на века, на тысячелетия. Но я надеюсь, что мы очень быстро это все сделаем, потому что... Потому что... Куда нам сесть? Давай вот сюда сядем, вот прям вот сюда, вот здесь, чтобы к нам никто не подсел. А то очень любят подсаживаться. Че я там говорила? Что у меня переделан на весь город, потому что... Да, потому что. Но я не все строила... Я ничего не строила сама, потому что... Ну это вообще... Я бы с ума сошла. Я не очень сильна в этом всем. Где они? А, они с этой стороны пошли. Что-то я скачала, что-то я... Чуть-чуть переделала сама, что-то я объединила в одно. Целое. Что происходит? Почему он ушел? Куда ты уходишь, мужчина? Сядь сюда. Посмотри, что происходит. Ну-ка, сел. Блин. Хорошо. Давай сюда сядем. Ты че нам портишь все свидание? Я хотела, чтобы мы вдвоем сидели. Сейчас кто-нибудь... Подсядет рядом. Так, все. Сделать массаж. Шептать нежность. А это шептать нежность сойдет за разговор, интересно? Че можно? Давай разговаривать с ним. Че тут можно узнать? Обсудить интересы. Дальше че? Душевный разговор. Будет? Где? Срочно, бегом. Рассказать историю. Ну-ка, где у нас? Че там за история? Другие варианты. Веселые. Рассказать забавную историю. Вот, давайте расскажем забавную историю. Сойдет это? Так, еще надо пофлиртовать один раз. Такой дурацкий. Бегом, бегом. Уйди, пожалуйста, мешаешь. Ой, там вот это вот, как ее звать? Роуз Гримман. Короче, у меня здесь есть персонажи из Sims 2, переделанные прям вот мной. Да, они прям переделаны мной. Че там еще у меня появилось? Обнять кого-нибудь. Флиртовать, находясь в хокетливом состоянии. Так вот, мы же в хокетливом. Че, не подходит, что ли? Романтика. Где флиртовать-то? Подожди, заняться, зачать ребенка в чулане. Ну, может, мы в первый раз как-то это по-другому. Хотя, какая разница? А где флиртовать? Алло. Я ослепла, да? Вот, флиртовать. В самый конец отправили, ты прикинь. Душевно поговорить. Сейчас мы душевно поговорим. А у нас есть какое-то золото или что-то там? Нет? Че это такое? А, вот, пошло, да-да-да. Страстно поцеловать. Другие варианты, романтика. Только что было. Теперь пропадет, да? Где? Было страстно поцеловать, я же видела. Куда все пошли? Вон оно, вон оно, вон оно. Вот, страстно поцеловать. Куда ты делась? Куда вы убежали? Почему вы убегаете? Я тут вообще-то пытаюсь вам создать игру, атмосферу, все дела. Блин, почему так сделали? Вообще-то должно быть и наоборот. Ну да ладно. Все? Засчиталось? Это что, не идет за счет? А, вот, другое дело. Душевно поговорить. Давай с ним еще душевно поговорим. Дружелюбно. Так много действий, вообще невозможно найти ничего. Дважды надо поговорить, да? Давай дважды. Мы, кстати, ничего о нем не узнали. Дружелюбные действия. Душевно. Душевный разговор. Вот оно. В правилах ничего не сказано о том, что нельзя переезжать. Ну, по крайней мере, тех, которых я смотрела. Но переезжать... Нет, она у меня переедет, потому что сейчас в том участке, в котором она живет, ни на что больше денег другой не хватило. Когда она чуточку подзаработает денег побольше. Да, собственно, что нам мешает? Пошли в чулане. В чем проблема? Мы же... Она же у нас как бы... Мы ее только впервые видим, а это не значит, что у нее это первое в ее жизни в уху, в принципе. Не обязательно это ее первое в уху в жизни. Так-то... Зачать ребенка в чулане. Она же у нас не из института благородных девиц выпустилась только что. Пойдем в чулан. Нормально. Сойдет. Побыстрее надо. У нас цель другая. У нас... Пойдем, чулан. Пообщаемся. Погнали. А, у нее же она же очаровательная... Чего происходит? Досуг потерялся. Как у тебя может потеряться досуг? Ты проводишь время с очаровательным, просто брутальным мужчиной. У него даже голос его супер-брутальный. Супер-мега-брутальный. О, куда мы идем? Да, мне кажется, для этих целей здесь чулан находится. О, вот это страсть! Огонь! Ты мне все испортила. Дурацкая арка. Погнали, погнали. О, здесь можно потусить, кстати. Досуг здесь поднимется, если мы здесь потанцуем, интересно. Мы можем идти сюда вместе и показать танцевальные движения какие-то. Ой, тут так уютно, мне тут так нравится. Вообще красота. Ну, в принципе, здесь все места мне нравятся, потому что я же их сама выбирала. Не строила, выбирала. Но, тем не менее. Тем временем, по времени там уже 20 минут записи, я посмотрела. И, короче, ничего не происходит еще по-прежнему. Ну, нет, как-то ничего. Так, мужчина, вы кто? Кто это? Сэмуэль Готт. Да, у меня здесь, я уже начала говорить, у меня есть здесь персонажи из Sims 2. И какие-то есть, которые здесь персонажи есть. Например, семья Новосельских. Я переделала их в более похожих на персонажей в двойке. Я также поселила здесь людей типа из Вероны. Так, пойдем, сделаем тест. Срочно. Срочно, Алисия, бегом, у нас время поджимает. А у нас, кстати, все, между прочим. Мы выиграли золото на свидании. Да, правда, тебе понравилось? Да, тебе понравилось? Мне тоже. О чем ты там думаешь? Что он там думает? Ну, давай. Порадуй нас. Ну? Ой, так долго, что так долго? Еее! Все! Сейчас она ему сообщит эту новость. Все. Да, он сейчас... Самое удачное время. Удачное время для... И сразу живот появился. Ты будешь его радовать? Нет, не пойдешь его обрадовать никак. Ты куда пошел? Ты посмотри, что происходит. А он куда-то пошел. Ну и черт с тобой! Вообще-то мы должны стать парой. Срочно надо стать с ним парой. Вернись! Берн, вернись! Подожди, сначала мы с тобой станем парой, а потом... Ой, это кокетливый, да? Романтика. Сейчас он уйдет, а то... Стать срочно парой. Им надо будет разорвать с ним отношения. Сразу же практически, наверное. Давай станем парой и разорвем отношения потом. Мы разорвем после родов. Точно. И я знаю, кто у нас будет вторым мужчиной. Я просто наметила. У меня небольшой тут списочек. Я наметила мужчин. Тут их много. Я тут поселила кучу клевых, классных мужчин. Это кто? Джейсон Гринни. Это надо просто... Я считаю, что это... Сейчас. Я впервые за... Ну, блин, она уже беременна. Ну, да ладно. Просто развратная девка. Алисия, ты развратная девка, ты это знаешь? Все, пошли. Все, получилось? А почему не идет за счет... Мы сходили на одно свидание. Давай, а второе засчитывай. Что происходит? А, оно еще не закончилось. Все нормально. Так, что там сда... А, еды надо. А, досок поднялся. Почему досок поднялся? А, из-за... Из-за лвуху в чулане. Точно. Питание. Ты посмотри, вот эта мошка какая-то уродская летает здесь. Откуда она взялась, я вообще не знаю. Как ее убить? Убила, наконец-то! Живодерка. Просто живодерка. Ты кто? Фламенко Гангадзе. Да, я, кстати... Я, короче, все тут переделала. Романтика. Ой, какая романтика? Мы поесть хотели. Заказать еду. Какой вариант странный. Много вариантов тут. Рогалики в чипсы, сырно-мясная тарелка. Давай хоть тарелку сырно-мясную возьмем. Кто ты там делаешь? Что там делаешь? Нэнси Ландграб? Гангадзе я тоже переделала. Я отселила от них Дона Лотарио, потому что что это вообще такое? Что он там забыл вообще? Я сделала из Гангадзе те Гангадзе, которые были в двойке. А именно... Куда ты пошла? Есть, иди. А, подожди, давай вместе возьмем. Все, уже взяла. Ладно. А как это выглядит? Что там хоть, а? Ага. Мясцо, крекеры и сырочек. Ну, в принципе... Ну, блин, конечно, так себе еда. Ну, ладно, нам перекусить хватит. Когда свидание закончится, нам засчитается или нет? Сколько можно уже? Давай быстрее. Кстати, можно отменить? Ну, нет, пусть оно самолично. Может, мы заберем это с собой? Это все-таки наша еда. Взять... Нет, это нельзя забрать. Мы заплатили 10 симулионов за это. Куда ты идешь? Блин, она пошла танцевать, да, походу? Почему? Все, получилось. Нет, не работает, прикиньте. Нет, работает. Все нормально. Так, у нас есть уже первый ребенок. И я предлагаю отправиться. Все, мы уходим отсюда. Мы отправляем... Стоп. Может, мне не надо отправляться? Кто это? Нет, это Калибан Капулетти. Нет, нужен... Мне нужен другой. Это кто? Пол Ромео. Я сюда подселяла не только, как бы, персонажей из двойки. Я их тоже скачала из галереи. Но я также подселяла персонажей, которых создавали разработчики игры. Которые, как бы, вот они в галерее есть. Но я всех, ну, либо скачала переделанными, либо переделывала сама. Потому что, ну, мне внешность их не нравится, не только... Чистюля. Слышь, Чистюля, здесь для этого есть персонал, понимаешь? Здесь люди работают, а ты их работу выполняешь. Куда ты пошла? Что ты хочешь с этим мужчиной сделать? Тебе нельзя доверять. Поболтать с Фламенко. По-моему, Фламенко необычный персонаж. По-моему, он немного инопланетянин, возможно. Или нет. Или он оплодотворен был инопланетянином. Что-то я забыла уже. Тут кто? Джозефа Хэнсен. Это, наверное, игра создалась. Я не представляю, как можно убрать эту вещь, чтобы игрой не ставить. Стелла Маскина. Ой, начинает. Сейчас все начнут о ней сходить с ума. А вот и Клара, да? Да, у нас... Как-то можно с ней наладить отношения? А, хотя зачем, собственно. Пусть не будет хороших отношений с ней. Хотя у меня обычно всегда хорош... Так, это что такое? С Бьерном. Что там? Ой. Так. Как это? Открыть? Вот. Главное не нажать ничего. Противоположности притягиваются. Алисия испытывает романтические чувства к персонажу по имени Бьерн, хотя они совершенно разные персонажи. Ничего себе! Сильная влюбленность. Чего? Романтические моменты оставляют несгладимые впечатления, и Алисия никогда не забудет, как еще сильнее влюбилась в персонажа по имени Бьерн. Подожди, подожди, ты че? Ты куда? Алло, зачем? А че, он к нам ничего не испытывает, да, по ходу дела? Прекрасно вообще просто. Алисия, я предлагаю уехать домой. Прям вот, да. Нам срочно нужно завести знакомство с другим мужчиной. Прям вот срочно-срочно. Давайте я вернусь. Я решила просто вот сейчас вернуться, потому что это так красиво. Она... Ой! Ну что ты сделал? Она не уходит в закат. Она... Ну, все испортили мне. Она уходит в закат. Вот так сделаю. Разверни. Ну красиво же. Ну правда красиво. Алисия. Идет такая довольная прям, конечно. Только что со свидания увела мужика из семьи. Ну нет, не увела. Она его вернет обратно потом. Нам от него нужно только одно. Только его донорство для детей. Все, пошло. Идет там запись или нет. И планирую я переезжать вот в это. Вот на этот участок с ней. Но я сначала думала на него переехать. Но он пустой. А строить что-то заново не хотелось. Так вот я перестроила. Я, кстати, подыскала дом в галерее. Причем это, по-моему, дом Максис. Который можно поставить. Но для него нужно... На него нужно заработать денег. Вот. Сама я строить не хочу. Я хочу... Я хочу отправиться ко второму мужчине. Короче, этих двух я прям вот просто... Нет, это не они. Где-то здесь живут. Вот. Плезенты. Да, я дала им фамилию. Я сменила им фамилию на Плезент. Потому что дома... Блин, Мэри Сью тоже дома. Ну ладно. Лили, Анжела. Главное, что Дэниел тоже дома. Нет, ты с нами не едешь. Я сменила им фамилию на Плезент. Потому что, как она там называлась у них? Новосельских? Или как-то так? Короче, мне не понравилось. Я переименовала. И, кстати, по-моему, Герберта Ланграба я вроде как переименовывала. Но, возможно, у меня тут что-то поломалось. И не отразилось здесь. Я потом поменяю, если увижу. Переименовала его на Джеффри, по-моему. Ну, короче, как в оригинале его зовут. В общем, я тут что натворила? Делов всяких. А что я не остановила запись? Никто не знает. С чем я записываю этот переход? Интересно. Ну, ладно. Уже почти все. Нет, не все. Давай быстрее. Мы хотим играть. Я, короче, не буду выбирать мужчин спонтанно. По крайней мере, ей. Потому что у меня очень много мужчин в городе. Я поэтому, кстати, остановила старение в городе. Постучать в дверь. Потому что у меня очень много мужчин. Реально прям очень много всяких разных мужчин здесь. И их хватит прям вот для, мне кажется, даже не только для Алисии, но и, возможно, для двух или трех следующих поколений. Кстати, надо было пообщаться с Лилит. Ну да ладно. Заходите. Так, стоп. Мы ищем срочно. Мы ищем... Ого, как двери остановились. Мы ищем Дэниела. Сейчас. Где-то здесь Дэниел. Обитает. Чего, нету? Дэниел, ты где? Алло. Так, это Мэри Сью. Где здесь обитает Дэниел? Я причем старалась в некоторых семьях. Я скачивала дома именно как вот... Ну, искала, кто построил похожие... Вот он, да? Да, вот он, слава богу. Представится смешно. Дома похожи на те, которые были в двойке. По-моему, в двойке, да. В тройке нет. В тройке я не особо играла в тройку. Поэтому не могу ничего сказать. Куда ты делась? А, вот она. Пошла, 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 пошла. Все нормально. Она идет. Где ты? Мне так не нравится, когда... Останови. Когда вот эта вот крыша вот так вот залезает сюда, но что поделать? По-другому не выходит. Зато снаружи красиво. Ну, в принципе, это не особо сильно прям мешает. Ну, нет, вот сейчас мешает. Ну, да ладно. Так, нам надо срочно завести знакомство. Искренний комплимент. Нейтральный. Ты что такой нейтральный? Давай мы с тобой будем общаться, разговаривать. Узнать, как прошел день. Сплетничать. Ну, давай, обсуждать интересы. Рассказать главные новости. Тут столько добавили всяких функций. Я нечасто в последнее время играла. Я в основном занималась тем, что перестраивала всякие границы. Ну, как перестраивала? Находила красивые участки и как бы вызывала... Опять у нее ко всем чувству, почему-то ни у кого к ней нету. Да, это же с ней чувства. Да, блин, это будет вот мне теперь выскакивать все время, да? Я бы ни зачем скачала эту хрень. Ой, вообще, не то. Да что ты будешь делать? Какой кнопкой? Правой. Вот, открыть профиль персонажа. Чувство Алиси к персонажу Дэниел. Ну, конечно. А кто-нибудь к ней будет испытывать чувства? Что происходит? Она вообще-то очаровательная у меня. Где это? Где это? Вот это. Нет, не вот. Вот здесь. Да. Она очаровательная. Алиси примерный семьян. Такие персонажи счастливы, когда окружены родными и очень расстраиваются за долгой разлуки с ними. У нас пока нет родных. Мы пока как Оливер 301. Спросить, можно ли покачать на качелях. Чего? Давай спросим его о карьере. Кем ты работаешь? Дэниел. Да, что ты будешь делать? Там, кстати, знание проплачено. Дэниел, кем ты работаешь? Ну-ка, расскажи нам. Расскажи нам. Срочно говори. Кто ты? Что ты? С чем ты? Где ты? Выразить восхищение? Спросить про предпочтение в музыке? Ну, ты чем увлекаешься? Док, Чити и Хауи. Фьючерсный брокер. Ясно. Рассказать анекдот про обезьян. Давай расскажем. А что бы нет? Анекдот-то про обезьян. Все любят анекдоты. Куда ты пошла? Лежать на воде. Зачем ты пошла лежать на воде? Подожди. Да что ты будешь делать? Да посмотри, что делают, а? У них качели есть. Давай покачаемся. Попросить покачать на качелях... Дэниел, вот. Дэниел, покачай нас. У вас тут качели есть? Мы заприметили. Покачай нас. Покачай беременную женщину. Ей нельзя отказывать. Куда он идет? Остановись. Стой на месте. Чем он доволен? Какая прекрасная лампа, да? Ужас. Когда уже починят все вот эти вот хрени? Отлично. Дождь, да? У них такой красивый участок. Там тоже, кстати, напротив красивый участок. Кстати, этот зеленый дом... Вот я примерно его... По-моему, этот зеленый дом, он переделанный немножко. Да. А в галерее Максис есть, короче, такой дом, только... А ты чего нас не хочешь качать, а? Ну-ка качай нас! Такой дом, вот, и я его заприметила. Как-то там называется просторная резиденция или семейная резиденция, что-то такое. Короче, очень мне понравилась эта тема. Мне кажется, для ста детей подойдет. Там кто-то плавает прям в одежде. Что за человек? Анджела Плезент. А, это ее купальный костюм такой. Там есть такой купальный костюм. Что происходит? Ты почему ушел от нас в гараж? Мы тут вообще-то, это, знаешь ли, пришли качаться на качелях. Сейчас мы покачаемся на качелях, и на этом закончится первая... Первая серия. Куда делась? Как тяжело вас заставить качаться на качелях. Ну-ка давай быстрее. Во. Мы не будем качаться на качелях, да? Ясно, понятно. Давай тогда мы будем с тобой разговаривать. Мы не будем с ним разговаривать, да? Ясно. А дурдом просто какой-то происходит. Вот что за дела такие? Давай хоть с ней пообщаемся. Приветствовать дружески. Куда-то он пошел, блин. Ну ладно, он у нас появился здесь в людях, в знакомых. И уже достать его будет проще. Я там начала говорить, не помню, договорила или нет. Я распланировала, как бы, да. У меня запланирован для нее список мужчин. Ты посмотри. Он туда, она сюда. Запланирован у меня список мужчин. Короче, все. Всех вас вон. Давай качаться сами. Задолбали. Не люди, а кошмар просто вообще. Иди сюда качаться, все. Вот. Вот на такой прекрасной ноте мы заканчиваем первую серию. Нет, давай покрасивее как-нибудь. Ой, хорошо, все. Пусть будет вот так вот. Солнышком прям. Заканчиваем первую серию. Да, у меня есть для нее список мужчин, с которыми она будет заводить детей. Ну, примерно, пока что, на первое время. И я говорю, мужчин очень много, поэтому я остановила старение в городе. Вроде это не запрещено правилами челленджа. Все, на этом первая серия подходит к концу. В следующей серии мы, возможно, уже родим первого ребенка. Заведем второго вот от этого мужчины. Познакомимся с третьим. Надеюсь. В общем, вот такое начало, вот такая. Как-то, 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 как-то вот, вот так пусть будет. Хорошо, отлично. Меня устраивает так вот. Нет, все, пусть будет так. На этом всем пока, продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok